Многие люди сомнительно относятся к подобным историям, хотя в некоторых случаях находится много серьезных источников и даже документальных подтверждений. Вероятно, все-таки в процессе описания и передачи из уст в уста все же что-то приписывается и добавляется, сверх того, что было на самом деле. Иначе как можно поверить в то, что реально могла произойти вот такая история? Вечером 20 декабря 1980 года 19-летняя студентка Джин Хиллард возвращалась домой после вечера с друзьями на своей машине. На улице бушевала снежная вьюга и был сильный мороз. Столбики термометра попустились до минус 25 градусов. Из-за плохой видимости и сильного ветра Джин не справилась с управлением, и машина упала в кювет. Девушке повезло, и она не пострадала. Хиллард, оценив ситуацию, поняла, что помощи в такую погоду она может просто не дождаться. Побоявшись замерзнуть в занесенной снегом машине, Джин решила идти к дому своих знакомых, который находился ближе всего к месту аварии. Но ближе всего не значит близко, и замерзающий, обессиленный Джин пришлось пройти целых 3 километра, проваливаясь в глубоком снегу. Когда девушка была почти у цели, силы окончательно ее оставили, и она потеряла сознание от изнеможения. На часах было уже заполночь, и по причине плохих метеоусловий на улице не было ни души. Буквально через несколько часов тело Джин стало напоминать одну огромную сосульку. Лишь спустя 6 часов свою подругу обнаружил хозяин дома у Оли Нельсон. Мужчина сразу же подбежал к ней и попытался прощупать пульс. Но поскольку тело девушки было очень холодным, сделать ему этого не удалось. Уолли сразу же уложил девушку на заднее сиденье своей машины и отправился в ближайшую больницу. Добравшись до места, врачи оценили состояние Хиллард как критическое. Ее лицо было пепельным, а глаза стеклянными, без реакции на свет. Врачи с трудом обнаружили слабый пульс, но не могли даже поставить капельницу, так как кожу пробить теклой было невозможно. Единственное, что смогли они сделать, это обложить окаменевшее от мороза тело Джин грелками с теплой водой и укрыть в деяло. Спустя несколько часов она пришла в сознание. Джин очнулась, и первой ее просьбой стал стакан воды. По прошествии нескольких дней замороженная пациентка свободно могла передвигаться по коридорам больницы. Врачи пребывали в шоке, ведь с медицинской точки зрения сам факт, что девушка смогла выжить, уже было чудом. Кроме того, объяснить то, что Джин не ампутировали даже пальцы, медицина не смогла. Через 49 дней Джин Хиллард покинула клинику абсолютно здоровым человеком. Сейчас Джин живет в Кембридже, штат Миннесота. Работает, она в разводе и у нее трое детей. Никто не может объяснить этот случай. Единственное, что можно предположить, это то, что организм девушки замерз настолько быстро, что процессы его саморазрушения попросту не успели запуститься. Так ли это, неизвестно. И как Джин Хиллард смогла выжить, остается загадкой. Возможно, у девушки есть ангел-хранитель, который помогает ей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин